Хочется также найти в умениях одно из, мне кажется, оно было перечислено в одном из девяти, как раз то, чтобы умение убеждать, вот после того, как было найдено, ну не то чтобы проблема, но вот суть задачи, запрос, то умение находить синонимы, находить разные способы объяснять. Донести, донести, да. Очень простой способ, знаете, есть такая старая шутка, преподаватели когда говорят, такие, говорят, тупые ученики, сто раз объяснил, даже сам понял, а они все так и не понимают. Это, если вот опять с точки зрения терапии в центрированного подхода, да, это, ну это находится во многих навыках, ну, наверное, сейчас, я думаю, ближе ко всему этот навык паритетности или умение рефокусироваться. А, нет, еще, даже, может быть, еще ближе к этому навыку, это умение удивляться, евристичность, понимаете, да. Вы ищите для себя что-то новое, потому что иначе вы будете просто имитировать что-то старое, да, убеждать, и тогда это конфликт, понимаете, а смысл в том, чтобы самой научиться у клиента, да, поставить себе, понимаете, тогда это проблема убеждения, потому что вопрос же не в том, что нам надо изначально кого-то в чем-то убедить, в чем же значит психолога, да, в том, чтобы помочь человеку увидеть ситуацию по-новому, так? Да. Да, да, и мы сталкиваемся с тем, с тем, что он вот как-то, ну, вот видит ситуацию привычным образом, и вот уперся в это, да, и мы ему, значит, говорим, нет, правильно вот так, да, то есть мы, а мы уперлись в свое видение ситуации, да, и почему это происходит? Ну, потому что мы от растерянности начинаем имитировать терапию, мы делаем вид, что мы ему показываем что-то новое, но, да, для нас оно новым не является, и оно никогда не станет новым для него, понимаете? То есть золотое правило, если терапевт не открывает для себя в процессе психотерапии ничего нового, тогда и клиент не откроет ничего нового, а если терапевт открывает для себя что-то новое, да, тогда это залог того, что и клиент откроет для себя что-то новое, понимаете? Вот как раз есть пример по этому поводу. Моя последняя консультация с клиенткой, она как раз удалась за счет, по моему ощущению, за счет того, и клиентка после этого благодарила, за счет того, что после попыток совместно найти решение, мы поняли, что вот совсем не получается его находить. И тогда просто я призналась, что ну вот дела вот так обстоят, но нам сейчас не удается находить решение, но мы пытаемся, вот уже 25-30 минут, и после этого признания клиентка как будто бы уже начала проживать то, что у нее не получается это решить, свою задачу собственную. И как будто бы это было то новым для меня и нужным для нее. Вот браво, именно вот эта вот точка, которая называют точкой отчаяния, когда уже все, все уже инструменты, все уже, все использовано, да, и уже все, и ты уже в отчаянии. И вот это отчаяние, если ты не убегаешь оттуда, да, то оно открывает дорогу вот этому чуду качественных изменений, да. И вы вдруг увидели как раз, да, что она сама, да, вы приняли, это точка отчаяния, это точка принятия, да, вы приняли, что проблемы нерешаемы, да. Да, вы как бы слали с ней на равное, потому что до этого она ждала, что что-то есть, какие-то секреты, а вы увидели, нет секретов. А я старалась, чтобы обрабатывать. А вы увидели, а вы говорите, нет секретов, да. И она, да, поддерживая вас, поддержала себя и прошла дальше. Поддерживая меня, поддержала себя? Ну, конечно. Поддерживая меня в том, что нет секрета. Нашла я его сама, ну, то, что она ждала, а нет, когда он увидел, что вы все в отчаянии, вы в тупике. Это, знаете, я такое, иногда использую такой иезуистический прием, когда клиент, вот ты стараешься, вот там, он работаешь, работаешь, прикладываешь какие-то усилия, и так, и так, и так, и так, да. А он, да, вот, говорит, ну, я вот бестолковый, я вот никчемный, я вот ничего не могу поменять, да, я плохой, я никакой, я редиска, да, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, нет, знаете, это я бестолковый, никчемный. Он говорит, нет, подождите, вы-то молодец, вот я бы, конечно, хотел бы так вот, как вы. А я говорю, нет, подождите, логически, нестыковка. Вы ходите ко мне, вы мой клиент, у вас ничего не получается, я ваш психотерапевт. Значит, я ничем не могу вам помочь, если бы я был хорошим психотерапевтом, у вас произошли бы изменения. Кстати. Он говорит, да, что-то так я на это, да, не смотрел. Так не смотрел, еще не обращал внимания на эту точку зрения, и как раз таким образом произошло второе изменение в моей клиентке за ту сессию, потому что под конец она решила еще одну свою задачу. Она, сейчас скажу, во вторую часть сессии уже говорила про то, что, ну, вот то мы решили, а вот нужно еще вот про это. А я ее удерживала в той ситуации, как будто бы объясняла ей про предыдущую ситуацию. Потом, когда она увидела, я вот только сейчас понимаю, когда она увидела, что я не обращаю достаточного внимания и не пытаюсь решить вторую ситуацию, она от отчаяния решила ее сама, и мне просто выдала под конец сессии. Ну, да, да, это как раз это и есть то самое доверие процессу, да. И потому что если вы доверяете, да, она доверяет, да, она доверяет, вы доверяете. Ну, еще у меня есть очень хорошая фраза, которую я очень люблю, да, сейчас повторяю. Обесценивай себя, ты обесцениваешь всех, кто тебя ценит, понимаете. Вот когда клиент, он приходит, он обесценивает себя, да, ну, он же обесценивает и терапевта, понимаете, да. А когда терапевт обесценивает себя, он обесценивает своего клиента. Это всегда симметрично. Почему я говорю терапевт в центрированном подходе, да. Поэтому у нас и получилось, что она была довольной сессией. Я, потому что было доверие, и как раз мы оба работали 50 на 50, старались. Ну, да, да. Да, да, ну, понимаете, ну, это не абстракция, да, а это совершенно конкретная вещь, потому что об этом часто говорят о равенстве, как о некоторой абстракции. И получается, что, да, что терапевт вначале, да, как я говорю, вот залезает на вершину заснеженной горы, он такой умный, да, и оттуда, значит, начинает вещать какие-то, ну, банальности, да. А клиент, он, как бы, включает дурака, делая вид, что он этого ничего не знает, да. Потом клиент может в какой-то момент не выдержать, конечно, и сказать, ну, что вы мне за дурака держите, да. Тогда, значит, терапевт у него, так сказать, еще больше напора. Ну, да, да, или, да, значит, если клиент, вот, да, он такой вот, такой глупенький, а вот этот, значит, терапевт великий, да, он должен спуститься с вершины заснеженной горы, да, и стать равным. Так мы изначально равны. Разница наша в том, что есть некоторый ритуал, время и деньги, да, и это тот ритуал, который позволяет терапевту входить в некоторое особое состояние, вы же это замечали, я вот через навыки это особое состояние описываю, даже как-то, да, мы сейчас с вами общаемся, да, тоже вот это работает. Некоторые особые состояния, да, когда мы вдвоем, здесь другой немножко рычаг работает, такой энергетический, условно говоря, да, а люди смотрят, мы входим в особое состояние. И психотерапевт, ну, тренирует себе вот этот навык, да, общий, да, входить в это состояние, и в этом состоянии у него актуализируется, вот в эти все навыки, он становится более внимательным, он начинает доверять процессу, он может, так сказать, взлететь, посмотреть с метапозиции, он не цепляется за что-то вот так вот прямо, более широко начинает смотреть на вещи. Даже если он вдруг перестает доверять процессу, да, если он вдруг перестает доверять процессу и начинает цепляться за какие-то вещи, он вдруг вспоминает, он дезавтоматизируется и вспоминает, что нет ошибок, то есть утилизирует, он постоянно ищет, чему бы удивиться и в себе, и в другом, да, и в нас вместе, да, он и тревожится, но не убегает. Это все вместе, это конкретные вещи, которые действительно с опытом тренируются, да, а моя задача, чтобы позволить психологам посмотреть на эти вещи более конкретно, да, что это не просто какие-то абстракции, да, а это совершенно, совершенно конкретные вещи, конкретные навыки, и при этом все это все вместе, как всегда, так сказать, без парадоксов никуда, при всем этом надо не забывать, что это некоторый единый навык, поэтому вот когда вы говорите, где этот навык, ну вот он, собственно, везде, вот мы сейчас, вот мы это и проговорили. Да, ну вот как раз по этой теме я хотелось вернуться к благодарности, спасибо, что вы ее обозначили, и что вы работаете в этом направлении, потому что терапия, это на самом деле такая потрясающая вещь, и ее приятно получать, ее приятно работать с терапевтом, приятно, и, ну, проживать вот именно эту работу, и, в общем, это как раз то, чем вы занимаетесь, и чему обучаете других. Спасибо. Хорошего вечера. Взаимно, счастливо.